Приветствую вас! То, что я могу вам порекомендовать в данной ситуации, это только то, чтобы вы осознали, во-первых, сами, что у вашего ребенка сейчас есть серьезная проблема. Он пережил конфликты, пережил травму, пережил очень тяжелую ситуацию, причем переживал ее неоднократно, то есть это было в течение продолжительного времени, как я понял. И в результате у него были сформированы, вообще-то говоря, некоторые понятия. Какого плана понятия? Ну, понятия в первую очередь ошибочные, понятия в первую очередь неправильные, понятия в первую очередь ложные. И вот, собственно говоря, именно про них мне бы и хотелось с вами поговорить. То есть, что значит это? Что значит ложные понятия? Это те, которые образовались в результате непонятных для ребенка, необъяснимых с его позиции событий. И те события, которые с ребенком, собственно говоря, происходили, можно назвать какими угодно, но только не теми, что он мог как-то для себя объяснить, как-то для себя осознать и так далее. И именно этого ребенок сейчас и боится. Он боится того, что ситуация непонятная для него старится вновь. Он боится, что ощущения, эмоции, переживания, может быть даже страх вновь будут с ним, вновь придут к нему, именно как в том детском саду. Потому что ребенок не осознает причинно-следственные связи между тем, что происходило, например, в детском саду и тем, что может произойти, например, на улице или где-нибудь еще. И отсюда несложно догадаться, что вам необходимо со своим ребенком, ну, на самом деле, в первую очередь разговаривать. То есть разговаривать и спрашивать у него, постоянно спрашивать, постоянно стараться выяснить, чего он боится, почему именно он не хочет идти на улицу, чего он опасается и так далее. И только в результате диалога, только в результате постоянного общения с вами, и в результате формирования истинного понимания того, что произошло, ребенок может преодолеть этот страх сам. Условно говоря, без помощи специалистов, например, то есть ему не придется, ну, допустим, обращаться к психологу, если вы сами поможете ему преодолеть этот тяжелый период его жизни. Как это можно сделать, в принципе, было сказано, потому что нужно понимать, что других способов сейчас у вас нет, потому что ребенок достаточно маленький еще, и разговаривать с ним как с взрослым ребенком, но совсем взрослым человеком нельзя. Соответственно, вам нужно, от вас требуется только вот это, постоянно разговаривать с ним. Спрашивайте у него, чего он боится именно. Старайтесь объяснить ему, старайтесь донести до него, что то, чего он боится, в действительности с ним не произойдет. Старайтесь донести до него, что его страх не имеет под собой никакой основы, его страх ничем не подтвержден. Старайтесь объяснить ему, что то, что он боится, осталось в детском саду. Можно даже придумать какую-нибудь легенду, историю, сказку, если угодно, Которая бы очень изящно, технично объяснила бы ребенку, почему с ним произошло то, что произошло, как получилось то, что получилось, и почему этого больше с ним не произойдет. Вот, условно говоря, условно говоря, это то, что вполне в ваших силах. Это то, что вы можете реально дать своему ребенку. Это то, что реально может помочь ему избавиться от своих страхов, от своих переживаний, которые сейчас не дают ему покоя. То есть вот главное, чтобы мы не оставляли просто без внимания то, что волнует вашего малыша. Чтобы все-таки постоянно было обещание, чтобы он от вас получал те понятия, которые действительно соответствуют реальному положению вещей. И вот так постепенно, как вам сказала моя коллега, постепенно вот так вы и сможете путем терпения, естественно, путем внимания, нежности, любви и заботы, вы сможете постепенно внушить ребенку, объяснить ему, как и почему произошло то, что произошло, и помочь ему дальше жить, не боясь, не переживая, не испытывая негативных эмоций по поводу того, что произошло, или по поводу того, что может произойти. Не лишним будет, чтобы с ним разговаривал отец, чтобы в основном папа беседовал с ним на эту тему. И не лишним будет, чтобы в будущем вы озаботились с тем, чтобы ребенок занимался спортом больше, чтобы ребенок учился и мог на себя постоять, чтобы ребенок мог в случае чего дать опор другим, ну и так далее. Но это все в будущем, а пока только активно разговаривать, только постоянно выяснять, и раз за разом помогать ребенку переживать то, что с ним случилось, чтобы это стало для него понятно и доступно. Потому что если доставить, то будет комплекс, будет неуверенность в себе, невыразенное переживание, и дальше в жизни ему это будет очень сильно мешать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обратюсь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.